Рокетлаб Сегодня у меня на обзоре линейка жидкостей от ребят из компании Рокетлаб Под названием Прототип Вот в таких вот баночках Я прям немножко настальгнул, настальгнирнул по бодрипу Получается русский бодрип, всё, так можно обзор теперь назвать русский бодрип Конечно, перед началом основного видео я должен сказать тебе о важной информации То, что это никотин, содержащие жидкости Мы прекрасно с тобой знаем, что никотин это яд и он вызывает зависимость И если ты будешь употреблять никотин, содержащие продукты То никотин, содержащийся в них, может серьёзно навредить твоему организму Я просто тебя об этом предупреждаю Несмотря на всё то, что всё здесь пахнет какими-то фруктами, ягодами или же десертными запахами Вэпинг это всё равно вредная привычка И я на этом настаиваю каждое видео Где мы каким-то образом пересекаемся с никотин, содержащей продукцией Ребята из компании Rocket Lab Мало того, что прислали мне футболочку Спасибо большое Просто чёрная футболка с логотипом Rocket Lab Ещё прислали мне ковтень Ну, кофту я не буду на обзоре надевать, иначе я тут зажарюсь нахрен Вот такая вот чёрная Да что ты, скотина Rocket Lab Ковтень Вот, на спине у нас ничего нету Тут у нас вот Rocket Lab Все дела Хорошая кофта Плотненькая Я вот люблю, типа, мерч не за то, что он какой-то вот мерч Суперкрасивые логотипы или ещё что-нибудь, типа, такое А то, чтобы это была хорошая вещь У меня есть одна кофта От компании Господи, как они назывались? Короче, пацаны делали мехмоды Типа, как-то назывался у них вейп-шоп, типа, там, молоко или что-то типа того Как-то вот так они делали мехмоды, и мех, по-моему, назывался Аура Как-то вот так И я даже на него, помню, даже обзор не снял, потому что они не сделали релизную версию Только прототип мне присылали И мне на выставке парень подарил в году в 2016-2017 кофту, ну, такую, без капюшона И я до сих пор в ней хожу Главное, чтобы вещь была хорошая, понимаешь? Главное, чтобы костюмчик сидел Ну и, конечно же, ребята на выставочке меня видели Мы тоже с ребятами виделись И, зная мою любовь к некому напитку, еще в коробочку с жидкостями Положили маленькую бутылочку вот такого вот Такого вот добра За бутылочку я гермейстера отдельное спасибо Но я не подкопен Поэтому сейчас мы все это будем дело обозревать Не знаю, сколько у ребят вкусов в линейке Они большие, молодцы, то что прислали мне ровно 6 вкусов под обзор То есть сегодня я буду пробовать 6 вкусов, которые мне прислали ребята Во-первых, сразу же, как я увидел их на выставке Вот типа, что значит встречают по одежке Потому что вот такие вот баночки То есть типа это не какая-нибудь там коробка Или просто там типа бутылка без всего Я прекрасно понимаю, что это бесполезная тара Которая после вскрытия полетит куда-то в мусорку Но хотя бы в баночке можно болтики хранить Скажем вот так То есть типа они вот в таких вот банках У нас тут 2 контроля первого вскрытия То есть, во-первых, первый контроль у нас вот здесь на банке Второй контроль первого вскрытия у нас на самой, конечно же, бутылке Все вот эти вот дела Бла-бла-бла Бутылочки у нас абсолютно классические, стандартные То есть это типа а-ля под Чаби Гориллу третьей версии. То есть типа у нас тоненький носик, защита от детей, контроль первого вскрытия. Это все, конечно же, присутствует. Даже два контроля первого вскрытия. У нас приятные металлизированные вот такие вот этикеточки. У нас такие же вот этикетки. Вот они, пожалуйста, побольше. Металлизированные, яркие. Все симметично. Тут даже с какими-то мемами, которые я вот люблю. Тут те вот названия вкуса и везде какой-то отрисованный как будто карандашиком мем. Тут всякие. Вот одного мужика я не узнал, остальные мемы все узнал. Короче, вот по мемологии ставлю себе 5 с минусом. Опять же, описание вкуса есть. Это все есть, опять же. Ну и типа и что нам еще об особо про это, про все, про бутылки, про коробки разговаривать. Самое главное в жидкости это что? Это вкус. Поэтому сейчас мы дело все это будем пробовать. Стоило мне в обзоре немножко обмолвиться то, что у меня закончились картриджи на миникан. Как тут же ко мне прилетела целая коробка картриджей на миникан. Поэтому я буду пробовать это все на картридже на миникан. Как в старые добрые времена. Хотя до этого я пробовал на Вильтере. Вот мне теперь на миникан картриджи прислали, пацаны. Поэтому буду вот на миниканчики все это дело пробовать. Уже естественно все картриджи предзаправлены еще со вчерашнего вечера. Все 500 раз пропиталось. Все готово. И мы начинаем все это дело пробовать. Так как у нас здесь эти баночки побольше, чем бутылочки. Я буду показывать тебе баночки. Не зря же ребята их сделали. Пробуем. Первый вкусец. Прототип номер один. То есть они у меня прям подряд будут. Типа первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Я вот так вот их решил расставить по вкусам. Это у нас персик ананас. Даже как будто бы на секундочку какая-то кислинка мне показалась во вкусе. Но нет. Здесь типа такая еле-еле с намеком на кислинку. Но типа здесь ее нет. Вообще нет. То есть типа даже как-то и намека тоже нет. Просто мне чуть почудилось, что ананас чуть-чуть кисленький. И теперь уже эта кислота мерещится везде. Во всех вкусах. Там даже где ее нет. Я такой кажется этот вкус был кисленьким. Чуть-чуть. Очень хорошая классическая связка. Здесь вот начинаем с первого вкуса. У нас уже хоть как-то заиграла эта история. Что ребята не зря старались. Делали там какие-то упаковки. Которые вот ты увидел. И потом захотел все это дело попробовать. Вот так же как я на выставке. Я увидел этих пацанов. Такой типа. О! Прикольная упаковка. Пацаны молодцы. Подошел. Сказал. Молодец. Вот ручку пожал человеку. Банки прикольные. Короче. По самому вкусу. Это супер классическая. Прям такая связка. Вязкого с ярким. Скажем вот так. То есть у нас персик. Такой немножко перообразный. Рыхленький. Из-за вот этих вот чайов. Фрести, Нусти, Липтон. Нусти. Фрести, Нести. Сука. Нести, Фрусти, Липтон. Я их уже даже вот так называю. Ну ты понимаешь. Еще мне говорю. Вот эти вот. Скажем так. Чайные церемонии. Вся вот эта вот история. Вот оттуда. Персик взят. Ну ананас. Конечно же. Счастье, здоровье. То есть просто. Хороший. Яркий. Не затхлый. Еле чуть-чуть. Прохладный. Тут где-то кулер. Ну. Ну 0,5. Единичка с натяжкой. Где-то вот так. Это чуть-чуть свеженький легкий вкусец. То есть опять же. Ананас с кулером. Получается опять же персик с кулером. По хорошему сочетанию. Немного перообразный. И сверху вот этот вот яркий легенький ананас. В самом начале появляется. Замечательная тропическая связка. Очень хорошо. Молодцы. Очень радует то, что вы не ударяете в глязь лицом. По части соотношения дизайна к вкусу. Потому что если у вас типа дизайн. Ого-го какой. А вкус ну типа ладно. Типа только нет смысла никакого типа в этом дизайне. Обманывать людей. Человек типа один раз обманется и все. Больше он на это не пойдет. Потому что он попробует и такой. Ну. Банка красивая. И больше ему нечего про это сказать. Мне вкус хороший. Молодцы. Приятный. Легкий. Насыщенный. Не с перебором. Может быть свежести мне бы хотелось чуть-чуть побольше. Там на вот это вот 0,5 скажем так. Здесь вот где-то 0,5. Я бы хотел может быть даже единичку. Но опять же я прекрасно понимаю, что не все люди любят кулер. Не все люди любят прохладу. Поэтому она вот такая номинальная. Как я это называю? Нативная свежесть. Как будто бы ее нет. Но она вот немножко чуть-чуть ее совсем капельку есть. Это опять же идет на пользу самому вкусу. Очень хорошо. Приятный. Насыщенный мягкий вкусец. Он такой типа даже в какой-то степени уходит не в напитковость. А вот немножко за счет перообразности. В какую-то такую немножко мамбовость. Типа вот жевательные конфеты. Не именно жвачки и бабалгам. Я много раз про это говорил. Нет вот этого вот бабалгама вкуса. А немножко в такую жевательную конфету чуть-чуть он уходит. Что-то вот типа мамба. Чего-то вот такого. Немного вот вязкость создает вот это вот ощущение. Мне опять же так кажется. Пробуем следующий. Прототип номер 2 это у нас арбузная жвачка. Должна быть какая-то арбузная жвачка. Но тут уже как бы вот этот вот мужик. Ты вот знаешь вот этого мужика? Из какого это мема? Напиши, пожалуйста, вот это вот. Дяденька вот, который вот хмурит бровями. Вот так вот смотрит. Из какого это мема? Потому что все остальные, я знаю. Этот вот нельзя просто так взять. С кольцом вот эта история. Вот эта собака. Этого я знаю. Вот этот вот мужик темнокожий. Который вот так вот руками делает. Вот эта вся штуковина. И мужик, который делает вот так вот. Типа think about it. Этих я всех знаю. Вот этот вот мужик, он откуда? Вот этот вот. Это кто? Что это? Оригинал мема мне в телеграм, пожалуйста, скиньте. Вот этот вот мужчина, это кто? На кого он похож? Арбузная жвачка. А вот теперь давайте поговорим про бобалгамовость. Если попробовать первый и второй вкусец, то здесь типа понятно, какой на вкус, типа вкус вот этой именно жевательной основы, самой безвкусной вот этой вот жвачки, жвачковости вкуса. И какой вкус вот этот вот, который мамба, похож на жевательную конфету. Конфету, если тебе так удобнее, конфету. Арбуз замечательный, к нему вообще абсолютно никаких претензий, нет ни горечи, нет ни першистости во вкусе, нет вот этого вот перечного, который дерет горло противного, а вот этого вот арбуза нет. Здесь все замечательно. Очень хорошо сбалансированный вкусец, жвачка замечательная на подложке, она даже, знаешь, в какой-то степени, если бы я не знал описание, я бы тебе сказал, что этот вкус это арбузно-клубничная жвачка, потому что вот этот вот бабалгам в связке с арбузом, и сразу же ты вот ниоткуда, она нигде не заявлена, никак ничего, даже вот ты про нее не думаешь, а как-то подсознательно твой организм откуда-то вот из недр такой, по-моему, ты когда-то это пробовал, поэтому получай. Вот тебе, пускай тебе кажется, что здесь есть клубника, потому что реально вот я пробую этот вкусец, вот по сути дела я типа арбуз и бабалгам. Два ароматизатора, как бы вот основных заглавных, которые все тащат, типа есть подложка бабалгамовой жвачки, и на ней сверху есть арбузецкий. Он такой типа сладкий, но в каких-то оттенках, на послевкусиях, немножко чуть-чуть есть вот этой вот белой части арбуза, скажем так, то есть есть легкая натурализированность вкуса, вот так бы я это назвал. Но опять же, большое спасибо, что он не горчит, не першит, и все вот эти вот те ноты, которые мне совсем не нравятся в арбузе, это хорошо. Твой мозг сам обманывается, и дорисовывает, и дописывает вкусы, которых нет в, ну типа в заявке самого производителя, поэтому у меня часто такая бывает штуковина, что я там допустим парю малину, говорю клубника, парю клубника, говорю малина, хотя думаю про клубнику, и типа у меня все это вот путается, вся эта история. Почувствовал хотя бы на мгновение, ты вкус, которого там нет, и он у тебя просто засягет в рецепторах, поэтому каждый раз, когда ты типа паришь, и тебе человек говорит, это что, это печеньки паришь, ты такой, это ананас, я просто парю жидкость с ананасом, то есть нет даже приблизительно выпечки никакой, а вот он на чуть-чуть где-то почувствовал, вот как будто бы печеньками запахло, и все, и он в тупую будет просто вот говорить, что нет, типа это печенье, никакого ананаса там нет, ну или ладно, сойдемся на том, что это ананасовое печенье, наверное страшная дрянь, ананасовое печенье, короче, по своему вкусу молодцы, все более чем хорошо, опять же, типа здесь практически нет никакого кулера, есть вот это вот как в первом вкусе, чуть-чуть, совсем капельку, легкая свежесть, ну типа здесь она вообще не ощущается, возможно здесь ее даже и нет, но вот опять же, вот как к этой, что типа есть ощущение легкой прохлады, за счет типа кажется, что сейчас жвачка будет свежая, арбуз, потому что зачастую у нас типа много, где теперь арбуз исключительно свежий, и поэтому ты цепляешься, но нет, я все-таки сойдусь на том, что здесь кулера нет вообще, даже нет 0,5, приятная хорошая баблгамовая подложка, и хороший арбуз, здесь по сладости очень важный момент, что вкус не переслащен, как у меня вот дружище попробовал типа кислые жидкости, я ему дал, и он такой типа, ну все, но он больше не хочет парить сладкие жидкости, потому что говорит, вот это сладкое, я просто вот парю, и постоянно хочу пить из-за этого, я говорю, так это хорошо, это правильно, что ты типа паришь и много пьешь, у тебя благодаря жидкости, благодаря воде, которая тебе в организм попадает, у тебя организм очищается, то есть типа все это правильно работает, пей больше жидкости, меньше будет вреда, типа ну это же логично, ну даже когда ты заболел, тебе надо больше жидкости пить, чтобы все это промывалось, вымывалось, ты просто грубо говоря, все как уебяку, высываешь и выпотеваешь из себя, скажем вот так, вот та же самая история с вейпингом, ты просто типа паришь и пьешь много воды, он такой нет, сильно сладко, хотя даже он жидкости парит, которые не сладкие еще, что если ему дать какие-то такие прям сладкие-сладкие жидкости, что с ним тогда будет, я хрен знаю, ну короче типа он теперь все, он фанат теперь кислых жидкостей, хочу кисленькое парить, по вкусу, как я уже сказал, все более чем хорошо, приятная подложка, не переслащенная, именно вот такая баблгамовая, и на ней приятная вот эта вот ягода-арбуз, сойдемся все-таки на том, что это ягода, но для меня он как был фруктом, так и остался, пробуем следующий, прототип номер 3, энергетик малина, нельзя просто так взять и отнести кольцо в мордор, вот эта вот вся история, пробуем, сразу резкая смена вкуса, прям вот настолько он не похож на предыдущий вкус, насколько возможно, если первый вкусец, да, там типа в первом вкусе жвачковость, во втором типа жвачка и так далее, то есть типа жевательная конфета, какая-то жвачка арбузная, где-то рядом, где-то близко, этот вообще векторно не похож на оба предыдущих вкуса, вообще совсем не похож, опять же, если бы это был просто энергетик, это же просто вот типа в жилу Red Bull, я эту дрянь, ну типа, ну вот так в чистую Red Bull, я его не пью, так же как в чистую я не пью вот этот вот чудесный напиток, я турбоалкоголик, я пью и гермейстер с Red Bull, типа в маленьких пропорциях, все это смешиваю, делаю коктейли, короче, смысл в чем, я вкус этой гадости, знаю наизусть, вот этот вот Red Bull, и все вот эти вот ароматизаторы, с заигрыванием на тему, типа а-ля, энергетики, всего вот этого, всего, я этого уже просто, мне хватает одной затяжки, чтобы такой, опа, это ароматизатор Red Bull, вот именно вот этот вот вкус, но сам по себе Red Bull очень сильно надоел, и все типа мы уже поняли, что типа да, пацаны, вы умеете жидкости делать похожими на Red Bull, вкус Red Bull, а бра-бра-бра, мы уже поняли все, дайте нам что-нибудь еще, и вот в таком вот ключе выступают жидкости, типа, малиновый энергетик, как в нашем случае, там арбузный энергетик, какой-нибудь виноградный, яблочный энергетик, хоть клюквенный, хоть, сука, этот облепиховый энергетик сделайте, мне кажется, будет страшная гадость, но типа все равно, типа это интереснее, чем просто энергетик, в любом случае, я бы не сказал, что этот вкус какой-то супер выразительный, там еще какой-то, там что-то какое-то, но он типа интересный, в этом как бы вся и фишка этого вкуса, что это вот какой-то вкус Red Bull с малиновым послевкусием, это все равно, что вот типа как малиновый лимонад, только вместо воды в нем Red Bull, ну вот так это как-то, ну я тупее, я не могу тебе объяснить, на самом деле, мне кажется, невкусно должно получиться, типа малиновый лимонад, Red Bull, хотя хрен его знает, ты же не пробовал, пока не попробуешь, ты не можешь сказать, нельзя говорить хоть про что, не попробовав, типа мне кажется, односолодовые виски, ну говнище редкостное вообще, ну когда кажется, креститься надо, пока ты не попробуешь, и оставишь какой-то свой, типа напиток не оставит тебе, какое-то негативное, или позитивное, ну типа после себя, какую-то оценку вот эту вот, или как это правильно сказать, какое-то впечатление, негативное или позитивное, ты не можешь давать отзыва, на это не попробовав, мне кажется, что это какая-то херня, но вот именно что мне кажется, это предположение, и нельзя это констатировать как факт, что вот эта вот херня, я ее не пробовал, но как бы, как говорится, не видел, но осуждаю, вот эта вот вся штука, короче нормально, хороший вкусец, он как бы необычно привычный, в какой-то степени, то есть привычный Red Bull, с добавлением малины необычной, и малина очень хорошо смягчает, вот такую некую, как сказать, химозность самого Red Bull, потому что сами по себе, все вот эти вот энергетики, какие бы они были, Red Bull, Burn, нахер, хоть Flash, они все химозные, прям такая химия-химия, но даже типа взять тот же самый там, Юпи, Зука, и вот это все, но это прям химоза-химозная, поверь мне на слово, я когда маленьким был, типа я, мы только и делали, что типа покупали вот эти там за 4.50, или там не знаю, потому что бутылка лимонада стоила там допустим 10 рублей, а там 4 или 3 рубля стоил вот этот вот пакетик Юпи, или Зука, это просто типа сбегать домой, взять какую-нибудь там полторашку воды, из дома сбегать на колонку, взять вот это вот все дело там заправить, потрясти, естественно, там написано разводить на литр, мы разводили на полтора, но типа опять же был не такой сильный химозный, и весь день ходить потом с напитком к велосипеду Краме, на проволоку его привязал, и поехали на речку, все, пробуем следующий. Прототип номер 4, клубника банан. По классике пройдемся, да, бананово-клубничная история пошла. Я уже пацанов раскусил, какое-то свое финальное мнение, я говорю, мне хватает попробовать типа 2-3 вкусов, даже для своего мнения о линейке жидкости какой-то, мне не надо пробовать там 5-6, там не дай бог 10 вкусов, чтобы какую-то мысль выразить, по поводу жидкости, мне хватает одного-двух вкусов. Даже иногда одного вкуса хватает, чтобы понять, что меня ждет дальше. Бывает иногда исключение, конечно, когда там из 6 вкусов один какой-то появится, экстра говеный, который мне лично не понравится, или наоборот будет 5 вкусов, которые ну такие себе, один прям золото, такое тоже может быть. Но в основном обычно типа хватает одного вкуса. Просто один вкус попробовал, и такой, я понял, пацаны, как вы работаете, что вы делаете, вот и все. Что же, пройдемся немного по классике. Это неплохое сочетание, это не стыдное, я бы сказал, вот так сочетание, то есть здесь очень хорошая клубника, клубника вообще весь этот вкус вытаскивает. Она такая даже, как будто, знаешь, немного сахарная клубника, вот знаешь, это вот клубника, давленная вилкой, которую вот сахаром ты посыпал, она выделила тысячу воды, и вот этот вот клубничный сироп, полу такой вареньевый, скажем, вот так вот, только хлебушек, макай да макай в него, вот такое просто, пиш, пиш чабагов, скажем вот так, может быть даже вкуснее, чем жижа из салата. Только не ругайся. Все мы понимаем, какой жижи я говорю, когда делается салат, огурцы, помидоры, сметана, ну и там, типа, может быть, немножко чесночка, и там, соль, перец, и все. Пиш чабагов. Я помню, году в 2016-17, все ждали, что кто-нибудь из производителей все-таки сможет воссоздать в жидкости вот ту самую жижу из салата. Но это невозможно просто, это вот именно должна быть вот эта вот жижа из салата. Не туда меня опять понесло, но, короче, смысл в чем? Очень крутая клубника во вкусе, и она прям очень круто вытягивает вот этот вот банан. Банан, типа, он, как сказать, немного, в принципе, сам вкус банана, он такой, типа, ну, как сказать, он нейтральный. То есть, просто вот сам по себе банан, это вот, он как будто бы создан для наполнения, для дополнения чем-то. Банан там с шоколадом, банан с клубникой, банан с чем-то. То есть, типа, он как работает, как какая-то такая, как это сказать, как мясо. Ну, то есть, грубо говоря, как, нет, неправильно, не как мясо. Мясо это главное блюдо, как гарнир. Вот, правильно будет слово. Да, я же про это подумал, но неправильно сформулировал. Вот такое бывает, когда у тебя нет заготовленного какого-то текста, какого-то сценария, там, который я где-то себе там пишу по обзору, хотя бы там лойсы, вот те же самые по пунктам, чтобы я мог идти, ничего не забыть, не запутаться. А вот типа обзоры там жидкости одноразки, это вот просто полет фантазии. Вот что мне в голову пришло во время тестирования, то я тебе и говорю. Смысл в том, то что банан у нас является такой как бы типа гарниром к чему-то. То есть, у нас есть вот банановый гарнир, а основное блюдо здесь у нас клубника. Насыщенная, яркая, сладкая, такая сахаристая, полувареньевая. И вот этот вот рыхлый, самый что ни на есть классический вкус из 2016-17 года бананово-клубничная жвачка. Или просто банан плюс клубника. Абсолютно беспроекрашный. Сама по себе клубника, как я тебе много раз говорил, это царица вейпинга. Она вытаскивала целые линейки за счет одного хотя бы двух вкусов с клубникой. Будь то это клубничный чизкейк, клубничное мороженое, клубника со сливками, самый-самый ходовой вкус из всех существующих вейпинги это клубника со сливками, которая нравилась всем. Это такой супер-классический десерт. Даже если просто в голове представить какой-то десерт, ты сразу же представляешь вот так вот выдавленные сливки и сверху на них там такая клубниченка посажена на них. Вот сразу же как бы хоп, вот такой вот десерт. Просто сливки какие-то, вот клубника со сливками. Здесь же у нас в качестве сливок вот этой вот подложки выступает типа банановый крем. Вот у нас и получается типа банан такой вот кремовато-рыхловатый, пюреобразный, на котором у нас вот есть клубника, которая главенствующий вкус. Подложка банановая, клубника сверху. Все? Просто это? Да. Хорошо ли это вкусно? Это да. Ну то есть типа вообще не запариваясь, не задумываясь там о каком-то там базилике и сельдерее, вейпинге, всегда вот этот вкус будет стрелять, он будет ходовым, людям такое нравится. Опять же, в этом не вижу абсолютно ничего плохого. Я вижу в этом плохое, когда производитель пытается сделать классический вкус, у него не получается, вот тогда неприятно. Когда ты ждешь вот типа чего-то вот такого, клубника с бананом, что-то вот из старого доброго там из 2016 года, а тебе прилетает какой-то типа химозноватый банан с резкой какой-нибудь противной клубникой, такой вот прям рисковатый. И банан, вот этот самый моветон вейпинге, это резкий банан, который вот такой полухимозный, потому что не существует химозного банана, не существует химозного вкуса банана, априори не может быть банан химозным. Невозможно перебанановить что-то, там пересолить можно, там еще что-то, там типа перебор чего-то сделать, но если ты добавишь больше банана, он же с нейтральным таким типа вкусом, вот банановый вкус, он сам себе нейтральный, невозможно перешто-то, Скажем, вот так. Чё-то я забуксовал на этом вкусе, пробуем следующий. Перебанановить, блядь, Миша. Ай, как чё скажешь, скажешь, перебанановить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блядь. Ой, те кто-то отлупит когда-нибудь, честное слово, перебанановить. Просто подойдёт какой-нибудь человек, зайдёт и просто как даст словарём дали тебе перебанановить. Фух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Прототип номер пять. Алоэ помела. Заигрываем с гранатами, с помелами, со всеми вот этими делами. Пробуем? Ну, к бабке же просто не ходи. Помела, вот мы с тобой уже изучили. Я просто когда делал свой жежлот, мы тоже там углубились в некие вкусы с вот этими помелами и так далее. Я плюс ещё почитал информацию по жидкостям, типа по ароматизаторам, по раскрытию тех или иных вкусов. Попробовать даже удалось какие-то вкусы, которые... Ну, не специально, в смысле, что я там делал линейку, ходил там, покупал какие-то фрукты, соединял их между собой. Нет, мы так, конечно, не углубляемся во всё это дело. Я так получилось, что у меня получилось попробовать сразу, типа, за один день подряд три вот этих цитрусовых оттенка, скажем вот так. Это грейпфрут, это свити и помела. И по концентрированности я их прям так и расставил. То есть грейпфрут это самый концентрированный вкус, свити чуть подразбавленный грейпфрут. И помела это уже сильно разбавленный грейпфрут или чуть-чуть подразбавленный свити. То есть где-то вот они вот в одной линейке все вот эти вот вкусы идут. Где-то вот тут чуть больше грейпфрутовости вкуса, тут чуть меньше грейпфрутовости вкуса. И вот так вот они как бы и работают. По поводу алоэ вообще, пацаны, я не знаю, не пишите нигде его. Зачем вы пишете на вкусах алоэ, если ну вообще он не чувствуется, этот алоэ? Я даже если в моно, мне кажется, попробую ароматизатор алоэ, я не пойму даже, что это алоэ. Я прекрасно понимаю, что он замечательно работает с алоэ виноград. Он работает как какой-то стабилизатор вкуса, как какая-то вот такая поддержка этого вкуса, как раскрытие его каком-то такой в новой грани или еще что-то. Немножко прикрывает его недостатки вот своим вкусом, но как такового ярко выраженного вкуса алоэ. Его нет. И здесь этот вкус как хорошая помела. Единственное, что вот вкусу помела, пацаны, потыкайте там палкой миксолога, в помела как-то поддобавьте чуть-чуть кислинки, потому что помела с кислинкой гораздо веселее. Любой цитрус, там будь то лимон, апельсин, мандарин, сука, что угодно, что связано с цитрусом, и хоть даже сраный бергамот. Ну, бергамот это больше чайная история, я прекрасно понимаю, но типа любой цитрусовый вкус, вот эти вот все, что я перечислил, они прям раскрываются с кислинкой. Многим вкусом эта кислинка идет настолько, что вот типа вот есть просто вкус, а вот рядом вкус вот такой огромный, и он просто вкус с кислинкой. Когда вот все встает на свои места. Зеленое яблоко, хороший может быть вкус там зеленого яблока, типа из разряда там зеленое яблоко без кожурки, полу такой сок добрый, а-ля что-то вот такое. Добавляешь к этому зеленому яблоку кислинку, и просто вот такой получается вкусец. Вот этому вкусу очень бы на пользу пошла кислинка. Он сладенький, чуть прохладенький, все приятно, с ним все хорошо, но мне хочется, чтобы он стал еще лучше. Это не претензия к тому, что типа вкус плохой, мне там что-то не нравится и так далее. Мне просто кажется, есть такое ощущение, спустя года в этой индустрии, что этот вкус можно вытянуть еще на какую-то новую ступень, и он прям вообще заиграет. Вот у вас есть там типа, попробовал я четыре вкуса, и пятый, хоп, с кислинкой какой-то такой легенькой, совсем чуть-чуть, капельку с намеком на вот эту вот кислинку, что он такой чуть-чуть подкисливает капельку вкусец, и он прям вообще заиграет. Вот нахрена я сейчас все это говорил? Ну вот мне теперь кажется, что у этого вкуса есть кислинка. Вот я наговорил все вот это, теперь вот затягиваюсь, и я как будто ее начинаю ощущать легкую-легкую, прям совсем чуть-чуть. Мне кажется, это все-таки самоубеждение. Не может здесь быть такого, что я сначала пробовал-пробовал, я ее не почувствовал, потом долго про это поговорил. Плюс еще я когда, ну ты же понимаешь, что когда я говорю, во время того, как я говорю, я еще что-то во рту слюной там языком разжевываю, растираю там трусь об зубы, вот это вот все там небо, вот это вот всю пытаюсь задействовать ротовую полость, чтобы распробовать этот вкус, и может быть наткнуться еще что-то. И вот теперь при каждой затяжке, которую, сука, я делаю, это помело чуть кисленькое становится, я не знаю. Но это просто какое-то самоубеждение, что попало. Пробуем последний на сегодня. Но перед этим я хотел бы поблагодарить компанию Smoke Kitchen, это, ребята, новаторы, инноваторы, экспериментаторы, я даже не знаю, как еще сказать, они сделали просто огромный вклад в индустрию вейпинга, в России, я думаю, даже в какой-то степени в мире, за что я их люблю, ценю и уважаю. Ну и, конечно же, сайт GoSmoke, сайт-болгожитель, который работает с 2016 года, так же, как и я, еще, ребят, на сайте мы активировали промокод KRBK, который дает тебе небольшой бонус. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. Прототип номер 6. Кремовая вишня. У нас кремовая вишня. Как это? Хлебная жаба, хлебная жаба. Вот это кремовая вишня. Пробуем. Отличный вкусец. Ну, типа, абсолютно не стыдная, не горькая, очень-очень классная вишня. Возможно, кремовая она, потому что она смягчена какими-то сливками, кремами, вот этим вот всем, но мне больше кажется, что это вишня именно вареньевая. Она такая, типа, сахаристая, сахарно-сладкая, вишневая, прям, типа, вот, вишневая-вишневая мякоть. Без горечи, без каких-то вот таких вот оттенков, типа, а-ля, веточки, корешки, вот эта вот какая-то вот чепуха, там, вот этой вот горчинки от косточки нету. Вот просто вот вишневая мякоть, и даже без кожуры. То есть вот этого всего вот исключительно, самый сок, самый смак из вишни, который просто вот концентрированно вытащен, и вот сюда вот в баночку немножко он накапан. Очень прикольный. Не могу отделаться теперь от той кислинки, про которую говорил. Ну, типа, как так? Типа, вкус пробовал-пробовал, он был не кислый. Долго-долго говорил про кислинку, еще пару раз попробовал, и он начинает, типа, кислить этот вкусец. Там, типа, какой-то микроприщур начинается, вот этот вот чё к чему-почему. Не, понятно, всегда присутствует этот элемент плацебо, от него ты никуда не денешься, и когда вроде бы ничего нет, тебе дают просто мел, а ты выздоравливаешь. Просто с нихера. Просто самоубеждение, что тебя лечат, и ты лечишься. У меня была подобная история, но, опять же, я это вырежу нахрен все из обзора. Просто у меня руководитель, который преподавал мне актерское мастерство в институте, он рассказывал нам историю про то, что у него заболела нога, и начался какой-то некроз, как я понял, ну, это так сумрачно, я это все вспоминаю, облачно, скажем так. И, типа, ему должны были, типа, оттяпать ногу, потому что уже все никак ее не спасти. Он посидел в больничной палате, поговорил с ногой, убедил ее в том, что, типа, нам это не следует с тобой расставаться, подруга, ты мне еще пригодишься. Вот. И как-то выздоровел, и все прошло, и удивительная такая штука, типа, из разряда, как мне кажется, само внушение. Не знаю, байка это, правда ли это, но вот по части того, то, что, ну, возможно, такая ситуация, опять же, что угодно могло случиться, но тут не так давно инопланетян нашли, и всем похер абсолютно. Мексиканцы, вам 12 тел инопланетян, все такие, а, да, нахрен, нам на работу скоро Новый год, вот это вот офигеть. Какие нахрен инопланетяне, нам салаты еще все надо доесть. Хороший вкус. Вишня замечательная, опять же, для меня дорогого стоит сделать хорошую парибельную вишню. В одноразках, да, у них там свои ароматизаторы, вся вот эта вот история, но, типа, сделать вот вишню именно вот в жидкости, чтобы она на испарителе и так далее, опять же, чтобы это все хорошо работало, это вот совсем другая история. То есть, типа, это немножко другой уровень, как мне кажется, потому что, когда делается жидкость, она делается под разные устройства. Если там делается микс, он делается под определенные девайсы, чтобы они вот так вот на этих девайсах работали, и вот так раскрывался вкус и так далее. То есть, там есть заточка, вопросик, троеточие, какой-то точки над И расставляются, что вот, типа, вот так, то в нашем же случае эта жидкость может использоваться на таких испарителях, на вот таких испарителях, на койлах вообще, кто-то на МТЛ-ке может все это гонять, и так далее, и тому подобное. То есть, типа, вкус в любом случае будет раскрываться по-разному. Я не знаю, как эти жидкости будут раскрываться на койлах, как это все заработает, но вот сейчас я парю все на испариках, мне все более чем устраивает. Все. Перепробуем все кусцы, которые ребятам мне предоставили для обзора. Шесть вкусов, шесть прототипов от ребят из Рокетлаб. У нас Рокетница. Ребята не так давно вышли на рынок, это, как я понимаю, чуть ли не первая их проба пера. Они мне прислали две линейки, Пушка и Прототип, и вот изначально попросили сделать обзор на Прототип. Если потом им надо будет, сделаем еще обзор, там, не знаю, в феврале, может быть, на Пушку, если им понравится данное видео, или скажут, не, Миш, ты что-то Пургу какую-то нагнал. Типа, не, не, не надо нам. Типа, спасибо большое за сотрудничество. Вот эта вот вся история. Короче, ладно. Из того, что я сегодня попробовал, очень тяжело вообще, мандец. Абсолютно точно я не выберу никакой менее всего понравившийся вкусец. Здесь, пацаны, молодцы. Здесь есть пару вкусцов, которые прям очень хорошо у ребят удались. Кремовая вишня, последняя, опять же, парибельная вишня. Это очень хорошо, бесспорно. Но вот, типа, вишня как будто бы как-то не моя. Не знаю почему. Алоэ помело. Помело, вот опять же, вот этот вот вопросик с кислинкой. Как это, хорошо ли это, плохо ли это, какое-то самоубеждение. Есть там эта кислинка, нет этой кислинки. Тут я тебе точно подсказать не могу, но я сам себя убедил в том, что здесь есть кислинка, потому что все последующие разы, когда я пробовал этот вкус, мне казалось то, что она здесь есть. Но, возможно, ее здесь нет. Я хрен его знает. Клубника банан, вот, и энергетик малина. Вот между этими двумя вкусами я мечусь. Арбузная жвачка, опять же, все хорошо, ничего не першит. Арбуз нормальный, персик ананас. Опять же, какая-то предвзятость к ананасу присутствует. Опять же, там какая-то жвачковая такая история получилась. Немножко жвачные, но, типа, самый главный, это вот энергетик малина. Да нахрен, это же мои обзоры, что хочу-то ворочу, пускай будет два вкуса. Прототип номер три и прототип номер четыре это клубника банан и энергетик малина. Вот эти вот два вкуса. Это очень хорошие вкусы. Энергетик малина за счет, опять же, вот, типа, хорошего энергетика. Он не ядовитый, он не химозный, он приятно смягчен малиной, и за счет этого, типа, становится поинтересней, чем бы он мог быть. И следующий вкусец, это вот клубника банан. Это вот тот момент, когда сделали классику и сделали ее хорошо. Классика, за которую не стыдно. Очень крутая клубника и хорошая, такой, типа, подложка, такой хороший гарнир из банана получился. То есть, типа, банановое пюре, на нем сверху какие-то клубничные кусочки этого, ягоды нарезанные, клубничные, что-то вот такое, типа, полу в какой-то степени даже йогуртовое. Но вот больше похоже на какое-то такое, типа, а-ля детское питание и как-то вот так. Может быть, из-за этого, кстати, людям так и нравится этот вкусец. Это какое-то воспоминание из детства о детском питании, типа, из разряда вот этих вот маленьких баночек с какими-то там бананово-клубничными пюре, что-нибудь, типа, вот такое. Все, да? Все сказал, все рассказал. За Мерчуху спасибо, за Джаггермайстер тоже спасибо. Когда-нибудь это все будет приговорено, но не сейчас. У меня была мысль начать обзор с того, что, типа, немножко навернуть и Гермейстера, но, типа, это уже как перебор. Когда-нибудь я дойду до такого, когда и буду супер-профессионалом вейпингой, как вейпинг богом буду тестировать пиво и жидкости одновременно, потому что у него обзор начинается с того, что он, типа, пивка налил. Буль-буль-буль. Херня. Начинаем обзор жидкостей. Все, заканчиваем. Я хотел бы сказать большое спасибо ребятам из компании Rocket Lab, конечно же, за предоставленные жидкости мне на обзор и огромное спасибо за поддержку моего канала. Тебя, друг, как всегда, прошу подписаться на мой Телеграм-канал, который называется Миша Коробка. В нем также выходят мои видеообзоры. Подписываясь на мою Телегу. Также у меня есть мои собственные продукты. В данном видео это будут мои одноразовые системы Мишка, которые мы разработали вместе с ребятами с компанией Pride Wave. Это Мишка на 1500 затяжек и Мишка на 4000 затяжек под заряжаемые с разъемом для зарядки по Type-C. Вот такие вот устройства. Ну и теперь, если вот это точно все, да, давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой. Меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Но если, друг, мы с тобой давно знакомы и ты все это прекрасно знаешь, то просто-напросто пока. Но еще могу сказать всего хорошего. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Ты заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.